всем привет дорогие друзья добро пожаловать на мой сладкий канал лидия sweets сегодня мы с вами приготовим невероятно вкусный тортик любимец абсолютно всех торт спартак очень вкусный с невероятно нежными воздушными шоколадными коржами и с легким как облачко крему вкусный словно пломбир обязательно сохраняйте рецепт закладочки и приготовьте его именно по этому рецепту и так давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне глубокий толстостенный сотейник отправляем 80 граммов домашнего меда 190 граммов сахарного песка 100 граммов сливочного масла у меня комнатной температуры и 3 яйца категории s1 отправляем сотейник на плиту ставлю на огонь чуть ниже среднего устанавливаем сотейник и постоянно мешая венчиком до однородности важно чтобы сахар немного растворился но при этом яйца не сварились варим все до однородности масса должна стать жидкой однородной текстуры без комочков масло также должно хорошо раствориться вот такая масса должна получиться она у нас готова переливаем ее в глубокий сотейник и даем немного остыть буквально пару минут когда масса остыла добавляю 240 граммов пшеничной муки у меня высшего сорта заранее просеянная и также 40 граммов какао-порошка просеиваю дополнительно через сито добавляю щепотку соли и полторы чайной ложки соды все хорошо перемешиваем венчиком до однородности масса должна получиться однородной без комочков вот такая шоколадная вкусная и ароматная вот такой текстура должна получиться масса в конечном итоге она у нас готова выкладываем на простень я подготовила простень выстилла пергаментной бумагой смазывать ничем не нужно и пока масса теплая разравниваем тоненьким слоем вы можете также разровнять немножко слоем потолще как это сделала я не так вкуснее и отправляю выпекаться в заранее загретую духовку при 180 градусов примерно 5-7 минут смотрите по особенностям вашей духовки главное не перепечь спустя время когда корж уже готов вот такой у нас должен получиться выкладываю его сразу же на сетку и даем ему полностью остыть освобождаю от пергаментной бумаги переворачиваю либо можете также выложить на поднос примерно такого же размера как и ваш корж освобождаем от пергамента если пергамент хорошего качества то проблем не возникнет отходит все легко и просто даем коржу полностью остыть тем временем займемся другим коржом я также выкладываю на тот же самый пергамент корж он у меня уже немножко застыл поэтому разровнять его немножко сложнее но тем не менее тоже не заставит труда разравниваем также и выпекаем буквально пять минут все готовится очень легко и быстро также освобождаем от противня даем полностью остыть и можно будет приступить приготовлению крему пока он застывают коржи остывать они будут примерно 10-15 минут в отдельную миску добавляя 500 граммов сливок обязательно охлажденных 230 граммов с пудрой и все хорошо взбиваю до устойчивых пиков это займет буквально минуты две-три так как сливки охлажденные и взбивается все очень быстро очень вкусно получается этот крем просто обалденный как мороженое вот такие пики должны оставаться после венчика у меня на все ушло буквально две с половиной минуты в конце добавляю 600 граммов сметаны у меня жирностью 30 процентная все хорошо перемешиваю лопаточкой снизу вверх аккуратно не нарушая текстуру перемешиваем до однородности крем очень вкусный достаточно стабильный хорошо держит форму и можно уже приступить практически формированию нашего тортика когда коржи уже полностью остыли обрезаю по краям выравниваем его обрезки у нас пойдут на обсыпку также делю каждый корж примерно на глаз на три одинаковые полоски в общем у нас должно получиться шесть одинаковых полосок очень вкусный шоколадный воздушный получается этот бисквит просто замечательный выкладываю на отдельный поднос каждую полоску коржа смазываю хорошо и и обильно кремом так как он еще будет пропитываться и естественно впитывать себя крем аккуратненько разравниваем и подворачиваем если у вас будет трескаться либо ломаться немножко кож в этом нет ничего страшного слегка поджимаю его и сразу же выкладываю на сервировочную тарелку будем прямо на ней собирать наш тортик то же самое проделываем с остальными полосками коржа хорошо смазываем их кремом разравниваем и обкладываем имеющийся круг на тарелке также слегка прижимаем их таким образом у нас формируется тортик пустоты которые имеются между коржами я их также заполняю пару кусочками обрезков которые у меня есть слегка буквально прижимая их друг другу но очень аккуратно так чтобы весь крем который имеется на коржах он не поднялся наверх слегка прижимаем вот таким вот образом формируя правильный круг сверху выкладываю крем разравниваю его лопаточка либо можете сделать с помощью специального шпателя разравниваю ровным слоем и также выкладываю крем по краям и разравниваем идеального выравнивания в этом случае добиваться не обязательно главное чтобы она была более-менее равномерно так как мы будем обсыпать его крошкой обрезки которые у нас есть от бисквита помещаем любой измельчитель измельчаем до мелкой текстуры вот такая крошка у нас должна получиться если кстати у вас крошки не хватит на торт то вы можете добавить любые шоколадные печенья примерно такого же цвета и измельчить в крошку будет также очень вкусно обсыпаем полностью весь тортик выравниваем его вытирая полностью тарелочку почищаем и отправляем в холодильник для стабилизации на 3-4 часа но лучше всего на ночь на утро следующего дня тортик уже прекрасно стабилизировался отлично пропитался и сейчас я вам хочу показать что же получилось внутри как вы видите режется он просто изумительно я всем вам рекомендую обязательно сохранить этот рецепт и приготовить этот тортик готовится очень легко согласитесь достаточно просто но какой он вкусно вы не представляете если вам понравился мой рецепт и видео обязательно тяните пальчики вверх оставляйте реакции в комментариях пишите чтобы вы хотели со мной еще приготовить а я с вами не прощаюсь до скорой встречи на моем канале лидия суиц пока пока друзья